Всем здорово! Ролик про телефон многим зашел, и под видео уже за 4 дня было полторы тысячи комментов, многие из которых были с просьбой продолжить тему Java игр. И знаете что? Мне не впадло. В данном видосе я расскажу, в какие игры я играл на моей старенькой Nokia 5300, в детстве, и истории, связанные с ними, есть таковые и были. Из-за того, что раньше компьютеры были редкостью, то достать какую-нибудь конкретную игру на телефон было очень сложно. Довольствовались чем есть. Игры в основном получали через друзей, которым эту игру передали другие друзья и так далее. В школьный год у друзей у меня было много. Абсолютно разные компании, с разными телефонами, поэтому коллекцию игр я накопил достаточно большую. В данное время из-за отсутствия друзей я бы такую коллекцию сейчас не накопил, конечно. Но сейчас я могу эти игры скачать со своего компа! Ха! Получайте, друзья! Игр было у меня много, но буду рассказывать сейчас только о тех, которые мне запомнились. Первая игра, пожалуй, будет, кто хочет стать миллионером. Многие знают эту телепередачу, смысл её в том, что задают вопросы, и ты правильными ответами зарабатываешь деньги. В мобильной игре ты, конечно, реальных денег не заработаешь, но поотвечать на вопросы было действительно интересно. Повторюсь, компов, интернета особо не было. И загуглить вопрос было просто нельзя. И помнится, мы собирались целыми компаниями на улице, либо в школе в 2-5 рыл, и пытались ответить на как можно большее количество вопросов. Самые забавные моменты были, когда кто-то кричал, что его ответ 100% правильный. И потом он, кстати, ошибался. Это было, конечно, хохма. Вопросы в игре были на время, и когда я допёр, что можно просто поставить игру на паузу, и время остановится, то я почувствовал себя хакерменом. Было время, конечно. Вспомни также грустную историю ещё с одной игрой. Комкрафт. Это пиратский ТРД Майнкрафт, в котором можно было только ходить в очень маленьком мире, ставить блоки и разрушать. Сейчас такое, конечно, играть никто не будет, но в детстве это казалось очень круто. Также ещё были 2D Майнкрафты на телефон, но о них я тогда не знал, ибо никого их не было. В общем, сижу на уроке с одноклассником, смотрю, а он играет в этот самый Комкрафт. Я сразу же попросил передать мне эту игру, но он взял и передал. Радости моя не было предела. Майнкрафт на телефоне! 3D! Майнкрафт, сука, это моя жизнь, блядь! Майнкрафт! В общем, запускаю, и оказалось, что у него был телефон в разы мощнее моего, и, да блин, я даже покажу. Представим, что Соня Эриксон это телефон друга, а слева, как вы помните из предыдущего ролика, это и есть модель моего телефона, который был у меня в тот момент. Не тянуло! Расстроился я очень сильно. Сейчас же вот у меня есть этот телефон, который тянет эту игру, но дело в том, что теперь она мне нахер не нужна. Вот в этом вся жизнь. Ты получаешь что-то, что давно хотел, именно в тот момент, когда тебе это уже не надо. Короче, говно, ситуация. Перейдём к следующей игре. Mystery Mania. Игра, в которой может надолго залипнуть, даже современный геймер. Настолько она интересна. Это игра про робота, которому нужно разгадывать головоломки в огромном особняке, где каждая комната и есть одна головоломка. В игре хорошая на то время анимация, есть забавная история, катсцена, игра красивее выглядит, и вообще вот просто вот одно слово. Качество. Историй, связанной с этой игрой, у меня нет, но играть в неё было одно удовольствие. Была ещё одна игра, Nowhere, которую я в детстве читал как Nohary, но не будем об этом, игра была качеством ничуть не хуже предыдущей. Вы только подумайте. В то время на телефоны полноценный хоррор-квест с сюжетом и геймплеем. На самом деле, у этой игры есть чему поучиться современным хоррором. Игра остаётся жуткой и нагнетающей, даже в наши дни, без единого скримера. Вообще, я считаю, все хоррор-игры и фильмы ужасов держатся исключительно на визапно хороших рожах полным говном, но это моё мнение. Вернёмся к игре. У главного героя в игре погибла жена. Спустя время он начинает встречаться с другой девушкой. И вскоре он ложится спать и просыпается в какой-то хижине с дневником, в котором написано, что он очень крепко спит и не просыпается. Он такой думает, что за фигня? Выходит из хижины и видит мрачный лес, где у деревьев нет веток. Вскоре он выбирается из этого леса и приходит снова к себе домой. Ему говорят, что в городе происходят всякие убийства. После очередного сна наш герой... Блин, его, кстати, зовут Лукас, а тут задолбался его героем называть. В общем, Лукас просыпается опять в той же хижине и с этого момента начинается полная жесть. Появляются какие-то странные создания, жаждущие нашей крови, а Сунтрек, который начинает играть с этого момента игры, пробирает до мурашек до сих пор. Самая кошмарная часть игры начинается тогда, когда реальный мир и безумие соединяются в одно целое. Это действительно жутко. Например, когда трясущийся в страхе Лукас идет по окровавленной улице и внезапно сам того не хотя начинает говорить словами, будто бы ничего не происходит. Его же слова пугают его самого, ибо теперь он живет сразу в двух реальностях. И от этого, извините за кломбур, реально не по себе. Представьте, что на улице бродят монстры, ползают огромные улитки, все вокруг завито кровью. И ваши знакомые говорят с вами как обычно, будто ничего не происходит. Настолько жуткой атмосферы, многие современные фильмы ужасов не могут добиться. Не говоря уже о том, что это хоррор на кнопочном телефоне. По геймплею, в игре есть хороший стелс, неплохое исполнение инвентаря, есть динамичные всякие моменты, когда там с боссами дерешься, и без малейшего сарказма, интереснейший сюжет, за которым интересно наблюдать. В игре вы заскучать не должны. Я вот прошел ее снова, и скажу, что эта игра лучше большинства хоррор игр, в которые я когда-либо играл вообще. И это не моя и ностальгия играет, а по факту. Игра в среднем проходится за часа 2-3, но зато какие это часы! Ничего затянутого. Я боюсь представить, сколько потрачено разработчиками труда, чтобы сделать такую игру на Java телефон. И там даже в конце есть сюжетная развилка, но не буду это сполерить. Игра как минимум достойна, чтобы скачать ее на эмулятор, пройти ее. Ладно, у меня еще есть о чем рассказать. Например, игра Sex Ray Vision. Как вам настолько резкий переход с одного жанра на другой? На телефоне в то время было очень много порнографических игр, да даже немного, а... Да хуя. И это одна из них. Почему она мне запомнилась? Да потому что она была просто забавной и стильной. В игре мы играем за AVGN-а, ну то есть серьезно, ну ребят, ну посмотрите, это же AVGN, ну один в один же, ну ребят. У нашего игрового задрота есть способность раздевать взглядом. И он нужен раздеть взглядом девушек, но чтобы его не спалили и не кончилось время. В игре тебе надо просто вовремя отворачиваться от чужих взглядов и смотреть на девушек, когда на тебя никто не палит. Это вся суть игры. Но игра сделана достаточно качественно. Красивый стиль, забавный геймплей, но иногда я не могу понять. Вот допустим, сидит наш нерд в баре и смотрит на девку, которая сидит со своим парнем. Я могу понять, почему этой парочке не понравится, если они увидят, что ты рассматриваешь формы девушки. Ну понятно, типа тебе еще парень может тащить за такое. Но какое дело до этого барменша, которая просто там коктейли мешает? Даже незнакомо. Непонятно. Игра мне запомнилась. Веселая, смешная. В некоторый момент даже есть неожиданные сюжетные повороты. И я считаю, что эта игра нормально так зайдет детям. Потому что даже при полном раздевании кого-то все будет в цензуре с звездочками. Family friendly, так сказать. Хотя и есть версия без цензуры. 3D Superball. Неожиданно, но игра, которая сделана полностью в 3D, пошла на мои ноги в то время. Игра представляла с собой уровень в небе, где нужно не упасть и довести мяч до конца. Во время этого нам дают всякие бонусы, разбавляют геймплеи разными механиками. И я полностью прошел и остался доволен. Не знаю, что еще добавить. В эту игру надо играть, а не говорить о ней. Пипяки. Игра похожа на Бомбермена, но с некими колобками. Только вместо бомб ты ставишь арбузы. Как же мне нравилась в то время эта игра, вы не представляете. Отличная графика, хороший геймплей, но есть одно вот но. Игра была одной из немногих в то время донатной драчильней. Вот представьте, что в Бомбермене у вас кончается бомба и когда у тебя их не остается, то тебе нужно покупать их за реальные деньги. Сейчас я обдумываю и понимаю, что при всех плюсах игры пусть с таким подходом идет нахер. Но в то время она мне настолько понравилась, что я экономил на обедах и реально задатил рублей 200 в нее за все время. Сумма небольшая, но для школьника на Java игру в то время огромная. Можно, конечно, якобы пройти игру без доната, но я помню раз 10 начинал игру с начала и каждый раз у меня кончалось оружие под середину игры. Как бы я не экономил. Единственное, что греет душу, что раньше таких донатных игр было единицы, а сейчас на парфонов такие почти все. Не знаю, что еще сказать о пипяках, бомбермен с колобками с донатом и все. Следующая игра Adventures of Zombie Man, вроде так называется, да. Ууу, сколько же я наиграл в эту игру в свое время. Она была не настолько качественной, как многие из причисленных игр, но независимо от этого была одной из моих любимых. Мы играем за труп человека-паука, который может выпускать паутины в 8 направлениях. С помощью этого вы должны долететь до конца уровня. Также из-за того, что мы зомби, от малейшего урона мы теряем конечности. Например, мы пускаем паутину из двух рук изначально, но она может оторвать одну руку и придется вытаскивать уровень на одной. Попробовал в эту игру я поиграть и в наши дни, и даже сейчас она отлично играется. Интересно. То есть, вот это вот, вот это называется хорошая игра. Сразу вспоминается еще одна игра с названием Edge. И в детстве я читал ее, конечно, как Эдген, и не будем об этом. Короче, игра про кубик. Она выпущена почти везде. Даже на Майтер ДС она есть. Игра у нее, понятное дело, не на ДС там, не на какой-то приставке, не на компе, а именно на телефоне. В игре мы должны протащить большой куб до финиша, попутно собирая маленькие кубики. Уровни очень уникальны и не похожи друг на друга. В игре много интерактива, например, однажды появляется плохой куб и гадит на время прохождения уровня. На каких-то уровнях происходит сражение на кубических роботах, и эта игра дала мне понять, что мне нравится минимализм. Приятные цвета, перемешку с интересным левел-дизайном, уникальным геймплеем заставляет заходить в эту игру снова и снова, и даже ставить рекорды, пока не добьешь ее до конца. И это еще не все игры, в которые я с удовольствием играл в то время, поэтому, может, запилю еще вторую часть, чтобы уж точно рассказать вам о всех. Субтитры создавал DimaTorzok